Сегодня мы снова в школе популярного богословия и продолжаем разговор о Царстве Небесном. Для богословов очень интересны соотношения Царства Небесного и Церкви, как они взаимоотносятся, где границы Церкви, где границы Царства. Но для нас, простых людей, наверное, самым важным вопросом в этой области является вопрос о том, где правильная Церковь. Какая Церковь является настоящей? Каждая традиция утверждает, что именно она самая правильная и самая настоящая. А как же определить, по каким критериям отделить правильную Церковь от неправильной? Конечно, мы не можем ответить на этот вопрос в этом уроке, но мы можем определить некоторые критерии, которые помогут нам каждому самостоятельно найти ответ на этот важный вопрос. Вот уже несколько лет мы каждое последнее воскресенье месяца стараемся проводить в изучении Слова Божия в систематическом изложении. То есть мы приходим на такую своеобразную школу, школу богословия, но рассчитанную на самый широкий круг читателей, студентов, изучающих Священное Писание. Сегодня мы тоже собрались на такую школу популярного богословия и будем продолжать изучение истин Священного Писания, глядя с перспективы всей Библии. Мы с вами говорили о понятии, которые Библия открывает нам, такие понятия, как сам Бог. Кто такой Бог? Говорили об Иисусе Христе, о Духе Святом, о человеке, о действии Бога по отношению спасения человека. Говорили о том, как человек проходит этот земной путь, какие у него встречаются сложности и трудности, как Господь дает преодолеть их. А также мы начали рассуждение о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Мы говорили о том, что Царство Божие, Царство Небесное – это, собственно, суть проповеди, которую провозглашал Иоанн Креститель, сам Иисус Христос. Он пришел и рассказывал о Царстве Небесном. И, возможно, тема Царства Небесного – это самая существенная тема для людей, потому что это смысл, это цель, это назначение, это конец пути, к которому мы идем. Кто-то стремится туда, кто-то боится. Но в любом случае это та финальная точка истории, которая неизбежно наступит. Поэтому представление о Царстве Небесном – это достаточно важные представления. Мы говорили о Царстве Небесном и о Царстве Божьем. Два понятия встречаются на страницах Нового Завета, и часто они употребляются как синонимы. Хотя Царство Небесное больше акцентирует внимание на будущее, на грядущее состояние, которое ожидает все человечество. А и, собственно, если обобщить все эти рассуждения, то Царство Божие – это место и состояние, где царствует Господь. И место, и состояние. На сегодняшний день мы говорили, эта земля представляет собой не Царство Божье, и не Царство Небесное. Земля – это царство, где хозяйничает другой Господин, князь мира сего, падший ангел, сатана. Он является хозяином этого царства, он управляет здесь. Но уже почти две тысячи лет ситуация изменилась. Наступили времена, которые Священное Писание называет «последние дни». В последние дни, говорит апостол в послании к евреям, Бог говорит в Сыне. Эти последние дни уже наступили. И, начиная с прихода Иисуса Христа, ситуация изменилась. И хотя внешне по-прежнему все остается как будто бы то же самое, зло торжествует вроде бы, и беды продолжают случаться, и неприятности вокруг в самых различных видах и проявлениях. Но все-таки ситуация принципиально изменилась. С приходом Иисуса Христа начинается новый этап вообще истории Вселенной даже. Не просто истории человечества, но истории гораздо более шире, истории всего космоса. Начинается новый этап истории Царства Божьего, Царства Небесного. Но Христос начинает преобразование этого мира очень интересно. Он не устанавливает новые законы, не ставит новых правителей, а Он действует совершенно другим способом. Он действует изнутри, через людей, которые становятся гражданами Царства Божьего, оставаясь внешне в этом греховном мире. То есть происходит то, что Иисус называет возрождение с некоторыми людьми. Те, которые, слыша Слово Божие, преображаются, те, которые под влиянием Духа Святого возрождаются к новой жизни, соглашаются стать гражданами Небесного Царства, те получают вот этот, образно говоря, паспорт, гражданство, небесное, оставаясь при этом в ситуации внешне весьма враждебной, неприятной ситуации. И люди живут в этой ситуации, те, которые стали гражданами Неба, продолжают жить в этой ситуации. И Царство Небесное созидается именно из людей, хотя наступит момент, и мы тоже говорили об этом, когда Христос придет видимым образом и установит уже свое Царство здесь, на земле, так, что оно явится всем, и будет уничтожено все сопротивление, и будет положен конец господству того князя, который сегодня господствует над этой землей. Но сегодня Царство Божье, Царство Небесное созидается через Церковь. И поэтому следующие наши уроки будут посвящены Церкви. Церкви как форме проявления Царства Божьего или Царства Небесного. И мы прочитаем текст, который записан, простите, в Евангелии от Матвея, в 16 главе, 18 и 19 стихи. Евангелие Матвея, 16 глава, 18 стиха. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это слова Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру, к ученику его. Он говорит, обращаясь к Петру, что ты, Петр, он поменял имя этого человека. До этого времени он назывался Симон, теперь он стал Петр. Скала, основание, твердая основа. И начиная с Петра, начнется созидание Церкви. И Христос говорит, я создам Церковь мою, врата ада не одолеют ее. Вот именно Церковь является на сегодняшний день формой существования Царства Божьего здесь на земле. Господь сегодня действует через Церковь и проявляет Себя через Церковь самым явным образом. Хотя Христос присутствует везде, не только в Церкви, хотя Он действует и для самых-самых отдаленных от Церкви людей, и даже в места преисподней распространяется власть Его. То есть Христос везде, во всем является управителем. И все-таки через Церковь Он управляет особым образом. Но Церковь с точки зрения Царства Небесного это все-таки только одна из форм существования и проявления Царства Небесного. Царства, где Господь является полноправным правителем и царем. Хотя, еще раз повторюсь, Он везде является суверенным господином и царем, но на время, на определенное время Он дал свою власть и полномочия вот этому падшему ангелу. Почему так случилась эта особая история? Для чего все это происходит? Это также специальный разговор. Но мы констатируем факт, что вот так оно случилось. И вот эта ситуация продолжается до сегодняшнего дня. И хотя Господь является суверенным господином, все-таки сегодня Его Царство должно еще проявляться через Церковь. Хотя наступит момент, когда все Царство мира сего станет Царством Господа нашего Иисуса Христа. Так говорит Священное Писание. Но в Царстве Небесном, кроме Церкви, будут, конечно, и другие категории людей. И об этом тоже ясно говорит Священное Писание. Например, когда мы заглядываем в конец истории, книга Откровения открывает нам этот конец. И хотя, может быть, мы не можем до конца точно описать все то, что будет происходить, и чем закончится история человечества, но некоторые вещи все-таки описаны достаточно четко, ясно и понятно. И вот в этой книге, в 21 главе, можно прочитать интересную фразу, 21 глава, 24 стих, «Спасенные народы будут ходить во свете, и цари земные принесут в него славу и честь». Речь идет о неместном Иерусалиме, который представляет собой, собственно, Церковь Христову, брак Агнца и Церкви. И этот образ свидетельствует о том, что кроме Церкви, невесты или тела Иисуса Христа, эти метафоры очень часто используются в Новом Завете, чтобы рассказать о том, что собой представляет Церковь по отношению к духовному миру. Но кроме Церкви, кроме невесты Иисуса Христа будут еще и другие категории людей. Или, например, «Спасенные из Израиля», как тоже рассказывает книга Откровения, что Агнец стоит на горе Сиони, Откровение 14 глава, 1 стих, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его записано на челах, и объясняет Иоанн, Откровение 7 глава, 4 стих. Число запечатленных было 144 тысячи из всех колен Израилевых. То есть это особая группа людей, которая тоже находится с Агнецом. Мы на сегодняшний день, конечно, не можем знать, кто эти все другие люди, и очень часто в связи с этим возникает вопрос, «А возможно ли сегодня спасение помимо Церкви, помимо тела Иисуса Христа?» И здесь мы встречаем совершенно однозначное заявление Иисуса и Священного Писания о том, что только через Церковь Иисуса Христа мы с вами можем получить спасение. То есть очень часто люди пытаются, как бы, может быть, подспудно, не желая идти к Христу через Церковь, пытаются найти обходные пути какие-то, то есть прийти в Царство Небесное без Церкви. Сегодня это особенно модно, учитывая общую ситуацию в мире, в культурном мире, который учит, что якобы к Богу, к Царству Небесному, можно пройти разными путями, не обязательно только одним путем, который провозгласил Иисус. Есть еще и другие учителя, которые тоже ведут вроде бы туда же. Но Священное Писание очень ясно и четко заявляет, что именно в сегодняшний исторический период, который начался почти 2000 лет назад, от дня Пятидесятницы, примерно с 33-го, может быть, с 30-го года от Рождества Христова, и вот по нынешний 2016 год другого пути попасть в небо, как только через Церковь, не существует. Обойти этот путь нельзя. Мы не знаем, как до конца спасались люди, которые жили, например, до Моисея, как спасались люди во времена Ноя или до Ноя, были ли спасенные там. Мы не знаем, как Господь будет действовать с теми людьми, которые не имели возможности никогда услышать весть об Иисусе Христе, там какие-нибудь эскимосы или там племя в Африке, затерянное племя в Африке. Очень часто такие вопросы возникают. Вот как с ними быть? А мы этого не знаем, и, собственно, это не наша ответственность. Мы должны пользоваться той информацией, которую Господь открыл нам. Как Господь будет с ними разбираться, Он знает. Это Его право, это Его дело. Но для тех, которым возвещается Слово Божие, для тех, которые живут во времена Церкви, другого способа попасть в Царство Небесное, кроме Церкви, просто не существует. Есть только одно имя, говорит Иисус Христос, которое можно спастись, это Его имя. Есть только один путь в небо, который можно пройти именно в этот исторический период, и это путь через Иисуса Христа. И поэтому любые спекуляции на эту тему, чтобы как-то обойти этот путь, они не уменьшаются успехом. И не стоит себя расслаблять или тешить надеждой, что возможны и другие какие-то пути. Их просто не существует. Поэтому это первое такое ясное положение, которое мы должны знать, рассуждая о Церкви и Царстве Небесном, вот в наш исторический период. Но где Церковь находится? Как найти Церковь? Какие признаки Церкви? Я думаю, что этот вопрос должен неизбежно возникнуть, если мы понимаем, что в Царство Небесное помимо Церкви попасть нельзя. Если нельзя попасть помимо Церкви, то давайте найдем правильную Церковь. И где вообще признаки, которые отличают Церковь от религиозного общества? Ну вот собрались люди, читают Библию вместе, рассуждают, может быть, они даже хорошо знают друг друга, в течение многих лет собираются. Являются ли они Церковью? И когда, в какой момент группа людей, которая собирается для того, чтобы вместе рассуждать о духовных проблемах, когда эта группа людей становится Церковью? Это очень непростой вопрос, но вопрос, который должен волновать каждого и который должен заставлять задуматься, где же истинная Церковь? Как определить, по каким признакам найти вот эту истинную, правильную Церковь? Некоторые думают, что вот Христос сказал, где двое или трое собрались во имя Мое, там и Я посреди них. Собрались два-три человека, вот уже и Церковь есть. Но то, что Христос посреди них, еще не означает, что они стали Церковью. Да, Христос посреди них, так же, как Христос посреди любого сообщества людей, потому что Он, как Господь, контролирует любое сообщество. Поэтому, хотя Он и находится с каждым отдельным верующим или даже с некоторыми людьми, которые собираются вместе, но Церковь – это что-то особое, это другое явление, другой феномен, который существует в мире. И поэтому признаки Церкви должны быть какие-то, наверное, другие. Знаете, этот вопрос не сегодняшний. С самого начала или почти с самого начала существования христианства стыд этот вопрос – как определить, и где находится истинная Церковь? И уже к концу I века, когда появляется достаточно много лжеучений, особенно конец I – начало II века, или даже, может быть, не только начало, а весь II век, это эпоха очень бурного развития гностицизма, движение, которое грозило, собственно, вообще уничтожить, как бы, христианство с чисто человеческой точки зрения. Хотя Христос, конечно, не допустил этого. Но гностические общины тоже стали появляться в большом количестве по всей территории Римской империи. И они учили примерно тому же, что и традиционное ортодоксальное христианство, но при этом как раз добавляли то, что сегодня очень модно в мире, что возможны и другие пути к Богу, не только через Иисуса Христа. Христос – не единственный путь. Христос – это только видимость человеческой плоти. На самом деле Он не был человеческой плоти. Ну и многие разные другие учения или ответвления, разделения в учения об Иисусе Христе допускали гностики. И в их общинах тоже было очень важно понять, они старались понять, они являются Церковью Христовой или не являются. И в ответ на их появление другие традиционные общины тоже стали задаваться вопросом, а действительно ли мы остаёмся Церковью. И вот в этой борьбе этих общин, борьбе за правильное понимание Церкви, выработали первый признак истинной Церкви Христовой. И его сформулировал ещё Ириний, один из богословов, который епископ, который жил в Лионе. Он писал книги, пять книг написал против ересей, которых как раз и формулировал этот признак. А признак этот выглядит следующим образом, что истинная Церковь отличается тем, что она наследует учение апостолов. И это абсолютно правильное заявление. Действительно, если Христос принёс учение о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, передал его апостолам, то те, которые пребывают именно в этом учении апостолов, те и составляют истинную Церковь. Со временем, правда, этот признак очень исказился. И до сегодняшнего дня уже он дошёл совершенно, я бы сказал, в другом представлении. Представлении о том, что учение апостолов передаётся через рукоположение. Вот этого, кстати, Ириний не говорил. Он говорил о преемственности учения, но не о преемственности рукоположения. А сегодня многие хотят ограничиться тем, что истинная Церковь определяется только тем, что передаётся правильное рукоположение. Можно проследить исторически правильный ряд рукоположений. Но правильное рукоположение не гарантирует правильного учения. Ну, вот, скажем, меня рукополагал Василий Фимович Лагвиненко. И, слава Господу, я от него принял очень многие положения правильного учения. Но он рукополагал ещё многих людей. И не все те, кого он рукополагал, сохранили правильное учение. То есть он имел абсолютно правильное учение, а вот, к сожалению, не все те, которые получили от него рукоположение, сохранили это учение. И так происходит со всеми. Учитель может иметь очень правильные взгляды, но нет гарантии того, что все ученики воспринимают эти правильные взгляды. И это на протяжении веков усиливается в том смысле, что ошибка, которая может появиться у одного ученика, может перейти к следующему ученику уже в умноженном виде. И эти ошибки накапливаются. Так что гарантий того, что правильное учение передаётся через правильное рукоположение, никакой нет. И более того, можно даже исторически подтвердить, как церкви в ходе исторического развития накапливали отклонения от апостольского учения. И многие взгляды или принципы положения исторических церквей не соответствуют тем взглядам, принципам и положениям, которые были во времена апостолов. Ну, скажем, самый яркий пример. Апостолы никогда не преподавали детского крещения. Они всегда настаивали на сознательном принятии веры в Иисуса Христа и взрослом крещении. А сегодня очень часто во многих традициях используется детское крещение. И при этом, как бы, заявляется о преемственности апостольского учения. Таких примеров можно было бы приводить очень много. И это показывает, что преемственность апостольского учения – это хороший принцип, но принцип, который должен подтверждаться жизнью, а не преемственность рукоположения. Тогда, когда в XVI веке в ответ на многочисленные искажения в европейских странах, которые возникли в католической церкви, появилось движение реформации, то первые реформаторы тоже поставили вопрос о том, а где же правильная церковь? И, собственно, все, которые шли за ними, тоже спрашивали это же. Правильная церковь у кого? У Папы Римского или у Лютера, или у Калина? Где правильная церковь? И для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, реформаторы вернулись к одному из самых существенных признаков церкви. И Лютер очень ярко и четко сформулировал этот признак. Как войско или как армия узнается по знамени, так армия Христова узнается по правильному Слову Божьему. Там правильная церковь, где правильно Слово Божье излагается. Это другой вариант той же идеи учения апостолов, но уже с привязкой к письменной традиции, к Слову Божьему, к Писанию. И в этом плане и Лютер, и реформаторы оказались совершенно правы, потому что письменный документ гарантирует уже, или, во всяком случае, указывает, что меньше будет ошибок при его передаче, чем устная традиция. И поэтому тогда, когда мы возвращаемся к письменному Слову Божьему, к Писанию, то тогда мы можем говорить о том, что действительно учение апостолов будет передаваться гораздо точнее в той общине, которая придерживается ясного Слова Божьего. И, казалось бы, вопрос был решен, но на самом деле оказалось, что все не так просто. Даже если мы возвещаем правильное Слово Божие, совершенно четко и ясно, точно так, как излагали его апостолы, как излагал его Иисус Христос на основании Священного Писания, если мы это делаем, то, оказывается, не все слушатели воспринимают это Слово. И хотя с капидры Слово может звучать абсолютно четко и неповрежденно, но при восприятии этого Слова у людей могут возникать разные представления, разные мнения, и не только разные, они могут вообще его не воспринимать. И поэтому община, которая собирается вокруг правильного Слова Божьего, может быть совсем не похожа на ту общину апостолов, которая была во времена Иисуса Христа. И так оно и получилось. Лютер уже в конце жизни перед самой смертью сделал такое очень интересное заявление. Он говорил так. «Мы жили так же плохо, как и паписты». Он так католиков называл – паписты. «Мы жили так же плохо, как и паписты, но зато мы правильно веровали». Хорошее заявление, но недостаточное. То есть многие и лютеране, и реформаторы классической реформации по жизни своей, возможно, не сильно отличаются от последователей исторических церквей, против которых они, собственно, выступали. Да, у них правильное учение, или, может быть, намного более правильное учение в соответствии с апостольским, но в жизни это не всегда проявляется. Поэтому появилось другое движение тоже в XVI веке, которое называется радикальная реформация. И, собственно, мы с вами представители как раз радикальной реформации. Радикальная реформация – это движение, которое наставило на том, что в реформах надо идти до конца. Нельзя останавливаться на полпути. Лютер, Кальвин, Цвингли, английская реформация – это вся классическая ветвь реформационного протестантского движения. Сделали очень серьёзные шаги по очищению христианского учения от всех человеческих наслоений, но не до конца. Многие вещи всё-таки остались, они удержали их в своём и учении, и в своей практике. Ну, опять-таки, я вспомню то же самое крещение младенца, ритуальность очень большую, ну и многие-многие другие вещи, о чём сейчас нет смысла говорить. Но радикальная реформация решила, что если уж делать реформацию, то надо точно, абсолютно точно действовать по Слову Божьему и очистить абсолютно всё. Конечно, это такая действительно очень радикальная точка зрения, потому что тогда, когда мы пытаемся полностью отвергнуть всякую традицию, мы вступаем в очень зыбкую полосу, где возможен слишком большой индивидуализм. Тогда уже каждый начинает понимать Писание, как он это видит и понимает, и трудно найти нечто общее и создать вообще общину. Но в этом плане как раз вот библейские анабаптисты, позже баптисты, стали придерживаться очень умеренных и, я бы сказал, гармоничных взглядов, когда индивидуальное толкование или индивидуальное прочтение Писания коррелируется и, может быть, даже в чём-то исправляется. Это является мнением общины, когда община веры может подправить проповедника, указать ему, что он где-то ошибается, куда-то уходит в сторону. Вот этот балансир помогает держаться в русле здравого понимания Священного Писания. И радикалы, радикальная реформация сразу поставила вопрос тоже о том, где же правильная церковь. По какому признаку определять правильную общину? Да, учение апостолов – это прекрасно, Писание правильно излагать – это хорошо, но люди же не всегда соответствуют этому учению. Поэтому мнение радикалов о правильной церкви звучит очень просто. И, собственно, наверное, любого баптиста можно спросить, что такое церковь, и он должен мгновенно ответить. Церковь – это собрание святых. Очень простое определение, очень ясное определение, которое фокусирует внимание уже не столько на то, что делается на кафедре, сколько на то, что делается в зале, в общине. Собрание святых. Вот какой самый главный признак церкви. Это, кстати, вполне соответствует древним апостольским и послеапостольским символам веры, которые говорят, что церковь – соборная, святая, вселенская церковь. Там понятие святости выставлено как одно из главных требований церкви. Со временем вот это понятие святости как-то забыли, или, вернее, перенесли его только на Христа и на тех особо святых людей, которые отличались святостью, но не на всех членов церкви. Радикальная реформация как раз вернула апостольское представление о святости для всей общины и предъявила требования высшей библейской святости по отношению ко всем входящим в общину. Конечно, это легко было заявить и не так легко реализовать. Как определить святость членов церкви? Для этого, конечно, нужны какие-то специальные критерии, специальные инструменты. И радикальная реформация предложила инструмент или способ для определения святости. Может быть, он несовершенный, его сегодня очень активно критикуют, но пока это единственный способ. И способ этот называется церковная дисциплина. Если есть правило приема в общину, если есть правило отлучения от общины, правило дисциплинирования членов, когда есть определенные нормы поведения, конечно, они отражают скорее внешние, грубые формы такие поведения, в каком смысле грубые, только самые заметные грехи можно определить таким способом. Более тонкие грехи, конечно, не определишь с помощью церковной дисциплины. Никто не отлучает за зависть, никто не отлучает за злословие или за сплетни, хотя за это стоило бы отлучать, конечно, от церкви. Но определить это всегда очень сложно. Поэтому пока мы довольствуемся только такими внешними формами церковной дисциплины, и это является пока на сегодняшний день единственным критерием, который выработало христианство для того, чтобы определять святость членов. Поэтому, когда мы говорим о том, какой признак церкви, то, конечно, надо говорить об учении апостолов, конечно, надо говорить, правильно ли возвещается Слово Божие с кафедры, но, наверное, самый существенный признак церкви – это святость членов церкви, потому что сам Христос свят, и Он требует и ожидает святости от своих последователей, от членов церкви своей. И только таким образом можно выполнить требования Иисуса Христа, если начинать жить святой жизнью. Дал бы Господь, чтобы мы были действительно такими, и община наша была таковой, какой ожидает видеть ее Иисус. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.